Музыка 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 Мне больше всего нравится финал Нормальные люди стали бы мокрое дерево Музыка 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 Для страны он не представляет вообще никакой ценности Музыка 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 друзья всем привет меня зовут дмитрий беляев компания арт келла тема фильма то как отличить настоящий келла от ненастоящего стоит полгода и на него синева начинается еще на предпись не верит еще что-то этот я разбирал который простоял 5 лет дома разбирали он просто светленький вот его вчера запилили что касается тела так тут и говорить нечего сама природа и подготовила его для для эксплуатации человека обработала ее своей суровым климатом обыкновенный сухостой можно встретить где угодно в подмосковье в тверской области вологодской области костромской да где угодно на территории страны можно встретить обыкновенные сосны которые стоят без коры келла можно найти только в северной части карелии там где растут субарктические леса уже близко к полярному кругу именно поэтому мы называем это полярной сосной келла подмосковье случайно нашел штабель сухостой листа лежит московного вот здесь вот там четко видно да что это труха что труха совершенно ни к чему не годная вот еще более внимательно разгляды вот смотрите вот мощный ствол красавец да огромные но какие здесь годовые кольца давайте посмотрим вот мой палец извините что средний толщина годового кольца около сантиметра сантиметра для тех кто не расслышал сантиметра то есть не миллиметр как у нас а сантиметр то есть в 10 раз менее плотная древесина в 10 раз в 10 поэтому ну поэтому вот с ней такое происходит пусть только она перестала расти умерла и стоит на корне вот такая древесина если я не спилить она станет валежником через несколько лет и просто сгниет вот я спилили наверно целлюлозно-бумажном кабинете него какой-то будет ток нашли мы сухостойную сосну первое что мы делаем осматриваем ее по возможности со всех сторон осмотрели она нам понравилось дальше мы будем ее встукивать будем слушать это нам еще больше информации даст постукали слышим что дерево звенит так как можно это сказать да в принципе можно и валить по ценности даже так сказать вот для как бы лесохозяйства он не представляет вообще никакой ценности то есть он на самом деле стоит тогда когда вы аккуратно спида аккуратно до за да если вас подборщиком ничего не когда стоит никакой ценности более никакой ценности пожаропаст причем раньше раньше прям просили берите санитарную рубку то есть раньше вы вырубали полностью потому что он пожаропаст из того объема что он есть в лесу если мы берем 1 2 процента то что есть но это мы никак на экосистема не думаю что не повлияем потому что мы берем именно тот лес где нет этих жучков паучков где нет этих дупил дятлов там белочек и тому подобное все что есть живность в деревьях мы это оставляем мы сразу видим и плохое оно или неплохое смотрим на запил скамля идет дерево гнилое да будем пробовать его укорачивать и находить тот материал который нам нужен отпиливается по небольшим чуркам доход доходишь до нужного материала и крижуешь я по размерам каким тебе надо ну у меня на практике моей работы был сырой сосна елка и когда и алтайский кедр и вот полярная сухостойная сосна отличие сухостойной сосны других каких-то пород сосны от сырой или от кедра кедр очень мягкий сосна ну тоже приятно работать карельская допустим вологодская сосна она более рыхлая а сухар ничего с ним ничего не бывает он единственно только выбраковку делай качественную вот так они влипают эти сосны в мокрый снег их не достать видим что на спил это очень гнилое пока это все идет но можно дальше что-то получится ну видим что дальше еще пошло хуже вот нам это дерево не подошло мы оказались уже в петербурге заводские на нашем производстве здесь кела настоящая который мы заготовили а из раб районе сегежи в районе колевалы северных частях карелии это уже ближе к полярному кругу это субарктика субарктические леса и тут сосна растет в другом совершенно режиме очень мало солнца очень холодно своеобразные почвы и либо каменистые либо болотистые и деревья тут растут в других условиях при сопоставимом размере и внешнем виде можно встретить совершенно несопоставимые качества и свойства и передо мной сосна обыкновенно это родом из карелии а это родом с подмосковья вот этой сосне 320 лет а вот это 59 при этом вот у этой в этом ствола диаметр 32 сантиметра эту 37 этот еще больше при по диаметру а плотность структуры древесины здесь пять раз выше чем здесь я к примеру возил срубы даже из из сыромятины это вообще другой материал совершенно другой там начинает трещины появляется и так далее и тому подобное этот материал уже будет стоять столетиями ни один день не и не месяц а сто лет будет стоять сто процентов вот она как есть так и есть уже ничего нельзя поэтому и подбираешь диаметр кривизну засмолки всякие все это пытаемся вывернуть так чтобы было приятно глава смотреть вот здесь вот уже в более плотных слоях мы видим в каждых сантиметре порядка 20 годовых колец то есть за 20 лет дерево прирастает всего лишь на один сантиметр а возраст этого дерева совокупно 220 лет вот сравните тело и обыкновенный сухостой между ними на самом деле мало общего почему раз кедра такой дорогой почему кедровая баня или кедровый дом стоит по цене ну зачастую даже не дешевле мы такие сравнили с проектные разные сценарии смотрели в кедре посчитали баню в тело по что потому что кедр стоит изначально в сибири приблизительно столько же 45 а ну там доставка 6 до плюс доставка еще столько же будет ну на самом деле помогу может по разному 3-4 тысячи в итоге получается что кедр те же самые 6 и же самое будет стоить а цена работы она везде одинаково вот давайте посмотрим диаметр этого бревна она к нам пришла в начале зимы уже почернела немножко торец спилены 44 сантиметра сейчас мы спилим чтобы посчитать ледовые кольца два два сантиметра вот тут так и давай еще два сантиметра тут отмерим 40 лет в двух сантиметрах 40 лет то есть в одном сантиметре 20 лет дальше толщина колец увеличивается поэтому чтобы понять полный возраст корректно прочитать от начала до конца займет какое-то время сейчас посчитать 130 плюс 2 по 40 побольше 210 210 лет 44 сантиметра 210 лет сравните это с метровым диаметром бревна подмосковья которому всего лишь 100 лет диаметр более чем в два раза больше а возраст более чем в два раза меньше то есть плотность этой древесины отличается от плотности подмосковной древесины в четыре раза просто на простом примере просто на простом математическом подсчете некоторой внимательности потребовалось 320 лет чтобы достигнуть такого вот размера вот здесь у нас указан год 1699 год мы посчитали по годовым кольцам когда это дерево начало расти и вот получился такой срок это подмосковная ствол сухостойной сосны обыкновенной и по плотности видно что кидовые кольца не сопоставим больше тут некоторые кольца размером почти сантиметр вот этот ствол диаметром 37 сантиметров и всего 59 лет поэтому считайте кольца и вы получите ответ где кило а где не кило когда были коммунировки курске был интересный момент значит там мы были летом была жара сильная и бревна стали трескаться очень сильно и некоторые трещины достигали значит ширины там двух сантиметров даже это когда стояла три недели жара стояла по 40 градусов потом наш пошел дождь день лила мы приходим наступы все эти трещины которые были двух сантиметров они все затянулись и то есть получается что они то сходятся то расходятся рубка она и смотрится красиво все-таки дерево нас свою первобытность вот эту оставляет и это уже притягивает внимание приятнее на это смотреть и мне кажется приятнее жить в таком доме нежели когда у тебя все она в общем и вроде бы деревянная но в то же время она все ровно и нету такой вот этой первобытности природности это совершенно уникальна совершенно тебя природа сама создает всю красоту она создает поверхность она создает цвет она создает как бы историю каждого ствола поэтому когда заходишь в интерьер и где у тебя стеночка и скелла стоит и всегда можешь любоваться это коричневый где-то черный где-то зеленый где-то пёстрый где-то остался лишает лишает растет на стволах это не мог немножко другой вид он кстати суши стволы полезен даже для ствола лес это то что нам дает мать природа наша нету никаких химикатов и не заражаешься ничем работаешь своими руками зарабатываешь вот то что тебе бог дал руки голову слава богу когда любишься этим деревом конечно ничем не сравнимое удовольствие потому что аромат чувствуешь запах нет краски которая покрывает ствол и это то что отличает материал от всех других от кедра от лиственниц от других популярных материалов мы ничего плохого сказать не можем тоже хорошие материалы есть свои преимущества но есть и недостатки плюсы сухарников в том что тебе не нужно ждать вот все это вообще работа с деревом она такая кропотливая сложная сухарники плюс в том что это не надо тебе ждать усадки все это точно например сырым лесом ты построил с рук тебя везде должны быть там на выносах все это запасы смотреть как он садится крыша как давит на струб это конструкция а здесь что он построил как бы все равно усадка есть но она минимальная руку набивать но я не знаю года три это точно на чтоб человек пришел отучили его дали там купил он пилу циркуль уровень ну кстати да это отдельный разговор вообще об инструменте все продуманске это же немцы стиль она делает канистры канистры рассчитаны тут бензин масло отдельно тут сразу же монта такой крепежный до элемент куда можно удобненько закрепить для раз заточки цепей это ключ для того чтобы регулировать сыпь и даже для чего вот это черненькая это для того чтобы разобрать пилу это регулировка цепи это напильник для заточки цепи в принципе все есть еще есть отверточка вот дополнительно вот такая штука ну ладно не реклама штиля на просто из-за работы из производства инструмент определяет во многом эффективность труда хороший инструмент это половина успеха второй план успеха и кэш мастерство даже на данный момент очень даже сказать небольшие огромные объекты даже так на первый взгляд когда смотришь немного пугает что дает нам кела кела дает первое долговечность уникальна то есть вот такие дома по сроку эксплуатации это около 300 лет их не надо красить не надо ничем обрабатывать и в них никогда вы не встретите внутри в ядре древо точится потому что дерево очень сухое очень плотное а вот обыкновенная сухостой естественное происхождение подмосковного примеру это материал в котором нет такой плотности поэтому он легко может быть поражен древо точится и такой ствол не прослужит даже десятка лет в срубе поэтому настоятельно рекомендуем если есть какие-то темы сомнения просто посмотрите внимательно на спил ствола и вы увидите эту разницу заготавливаем мы кела только в северной части карелии только там сухостойные сосны становится кела то есть окаменевший по сути дерево которого воды в структуре дерева минимум у которых поверхность достаточно фактуристая серебристая иногда пестрая иногда коричневая но в любом случае она мускулистая не такая прямая как здесь и еще один важный момент о наши приехали опаньки крема загара нужен я чтобы тогда расплатиться за этот дом я свою бмв в терку 39 кузов я отдал потому что у меня не было денег на день провел еще не знаю что такое фишка в карелии что ж с ними делать вечно сигарета три года не курил в такой работе что такое фишка в карелии что такое фишка в карелии